У Канарских островов закипел океан. Бурные клубы серого дыма вырываются из-под воды. Это проснулся подводный вулкан. Он выбрасывает на поверхность большие объемы токсичных газов. В воде резко снижается уровень кислорода. Гибнут морские обитатели. Наводнение в Бангкоке. Из берегов вышла главная городская река Чао Прая. Есть погибшие. Несколько недель подряд тайские власти не могут справиться с большой водой. Серия мощнейших землетрясений в Турции. Разрушены десятки зданий. Из-под завалов спасатели с большим трудом достают раненых. И все эти катастрофы произошли за один лишь месяц. Гигантский каменный шар, который вращается вокруг Солнца. Такой землю представляют большинство людей. А может ли мертвое родить что-то живое? Может ли из мертвого появиться жизнь? В 90-х годах становится популярной наука о планете Земля, как о живом организме. Сторонники гипотезы Геи, проводя исследования, обнаружили. Планета дышит. В ее недрах происходит обмен веществ. Она спит и бодрствует. И, как любое разумное существо, склонно к переменам настроения. Исследователь Алексей Золотарев показывает место, где в 90-х годах было зафиксировано странное происшествие. В подвале старинного здания прогремел взрыв. Здание, где находилось одно из подразделений института Яницкого, располагалось как раз по контуру этой автомобильной площадки. То есть, словно, она отсюда по линии деревьев, вот здесь вот. И там, где асфальт, там это проходило здание. Взрыв произошел в подвале. Милиция находилась в двух шагах. И оперативники прибежали на грохот уже через минуту. И первое, что они почувствовали и увидели и удивились, не было дыма, не было огня и не было никаких воспламенений. Они увидели такое явление, которое сами назвали, как бы холодный туман. Один из них подтвердил, что вот он руку протянул, и от того, что он почувствовал, его обожгло холодом. Удивительным было и то, что охранник здания, чье рабочее место было над эпицентром взрыва, перед тем, как раздался грохот, вдруг встал и ушел. Словно какая-то неведомая сила отвела его от беды. Это было его место работы, место его службы, место его, что называется, пост. И почему он пошел в другую сторону коридора, где у него не было ни заданий, ни по штатному расписанию он не должен был находиться, не мог объяснить даже он. Что за вещество спровоцировало этот уникальный взрыв, неизвестно. Полуразрушенное здание снесли. Криминалисты искали следы взрывчатки, не нашли. То есть самая тончайшая экспертиза на уровне МВД, КГБ, не нашла никаких следов, ни динамита, ни гексогена, ни тротила, ничего. Но значило ли это, что произошло нечто неизвестное? Исследователи заметили. Место вокруг эпицентра аномального взрыва уже подвергалось каким-то непонятным разрушениям. На соседних домах огромные трещины. Вот это вот укрепление стены, это явный признак того, чтобы ликвидировали последствия каких-то разрушений. Вероятно, просадка грунта или маленькое микрозаметрясение. Если бы одна эта стенка, это полбеды. Но дальше еще были другие признаки именно строительного вмешательства в укрепление дома. Это, во-первых, подпорные быки. Причем по кладке, кирпичной кладке, видно, что они были сделаны в разное время. То есть минимум 50 лет разницы между ними было. И плюс еще один из, что называется, вещественных доказательств, вещдоков, это вот отдельные глыбы, вывалились они то ли от быка, то ли их были специально сделаны для того, чтобы усиливать фундамент, подкладывали или что-то еще. Наши предки выбирали места для строительства с помощью специальных обрядов. Жрецы обращались к Земле за разрешением. Если ответ был отрицательным, искали другую территорию. Пойти против воли природы означало подвергнуть себя серьезным бедам. На поверхности планеты есть места, в которых в течение суток заметно меняются электромагнитные показатели. Этот процесс назвали энергетическим дыханием планеты. И застраивая такие места, человек не дает Земле сделать вдох. В крупных мегаполисах дыхание планеты больше похоже на одышку больного астмой. Безусловно, реакция планеты такова, что, в кавычках опять, она не может слишком долго терпеть различные воздействия, которые идут на нее. Гермудский треугольник. Официальные авиа и морские маршруты прокладываются максимально далеко отсюда. Этот район Атлантического океана называют Дьявольским. Начиная с 40-х годов 20-го века, здесь бесследно исчезли 40 самолетов и 50 кораблей. Пермский край. Малевка. Это место уже практически стало своеобразным аэропортом для светящихся летающих шаров. Их тут видят регулярно. И местные жители уже даже перестали удивляться незваным гостям. Танцующий лес в Калининграде. Какая неведомая сила заставила плясать эти деревья? И почему причудливую форму обрели растения лишь на небольшом пятачке? А остальной парк остался нетронутым? Таких удивительных мест на планете немало. Объединяет их одно. Какая-то сила прогоняет оттуда человека. Люди начинают плохо себя чувствовать и рано или поздно уходят, уступая природе. Она корректирует нашу деятельность. Она нам говорит, когда плохо мы себя ведем, когда что-то мы делаем не так. Когда она, грубо говоря, не дает возможности, ну, будем говорить так, получать информацию, что могло повлечь за собой катастрофические для нее последствия. Таинственные места на поверхности Земли расположены не случайным образом. Планета покрыта сетью тонких энергетических полей и силовых линий. Удивительно, но в наши дни по ним ориентируются австралийские аборигены, совершая далекие путешествия. А в Китае их называют линиями дракона. В основе учения Фэншуй лежат знания этих энергетических линий, которые пронизывают всю Землю. В местах, где силовые поля пересекаются, образуются мощные вихри. Это и есть аномальные зоны. Там чаще всего видят странные летающие объекты. По одной из версий, древние пирамиды находятся именно в местах скопления энергии. Они были построены внеземными цивилизациями и установлены так, чтобы использовать энергетическое поле Земли. Как с помощью игл можно активизировать определенные зоны на теле человека, так с помощью пирамид можно усилить энергию Земли. Планета готова поделиться своей силой. Несколько лет назад у Александра Лакоты обнаружилась редкая болезнь. Та, которую называют шаманской. Однажды ему пришлось испытать то, что чувствует планета. Он находился в состоянии транса, когда кто-то бросил рядом с ним окурок. Обида, которую в этот момент испытала Земля, молниеносно передалась молодому шаману. Похоже на чувство, когда к человеку в дом приходишь, в чистую квартиру, начинаешь там, скажем, вливать помои на чистую мебель там или еще куда-то. Ученые изобрели технику, способную влиять на погоду, забыв, что о дожде или солнце можно просить планету. Обряды Александр проводит вместе со своим наставником. Каждый ритуал – это разговор с природой. И год за годом, говорят шаманы, вести диалог все сложнее. На самом деле сейчас энергоинформационное поле Земли очень загрязнено. Земля болеет, потому что, помимо того, что у людей стали совершенно другие ценности, и мы забыли о самом главном, что мы часть природы. Мы такие же, как это дерево, как этот же камень, что мы составляющие этой Земли. Соответственно, если мы начинаем себя возвышать и ставить на более высокий уровень, то Земля за это нас начинает наказывать. Редкий случай. Сегодня съемочной группе разрешили присутствовать на обряде. Его обычно проводят на рассвете. Ассоциация рассвета для нас обозначает, что в это время просыпаются боги, приходят боги. А не работаем на закате, потому что во время заката, как мы считаем, что просыпаются нечистые силы, и все черти, и все самое плохое выходят на Землю. Поэтому в этот момент мы прекращаем все обряды и действия и ждем, пока закат не закончится, и после этого только возобновляем работу. Мы попросили шаманов обратиться к духам местности с просьбой попробовать повлиять на погоду. Это очень холодное осеннее утро. Небо хмурое. Нет никакой надежды, что тучи развеются. Как только начинают звучать инструменты, ветер усиливается. Для того, чтобы духи местности были благосклонны, шаман делает подношение – молоко. В качестве молока мы делаем подношение, чтобы умилостивить, угостить богов. Когда ритуал закончен, на небе вдруг появляются небольшие просветы, через которые начинает проглядывать солнце. Чаще всего планета шлет нам знаки именно с помощью погоды. 9 января 2005 года сразу в нескольких городах России наблюдалось странное погодное явление. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани шел мелкий, больше похожий на осенний дождь. На это обратил внимание казанский ученый Николай Савухин. Это знаменитая очень дата, 9 января 1905 года. Это вот расстрел петербургской манифестации рабочих под предводительством Георгия Капона. Но это очень известная дата. Ну и вот такая немножко фантастическая мысль пришла, что природа помнит эту дату и вспоминает траур такой вот в виде дождя. Исследователь обнаружил, планета в буквальном смысле способна к сопереживанию. Например, тяжелые чувства миллионов людей в 41-м году вылились в небывалые морозы. Массовый страх российских женщин, российского населения, он буквально поднялся на сферу и природа ответила вот этими аномалиями. Морозами 41-го года, декабрь, который, кстати, заморозил от наступления германских хвостов на Москву. Существует немало подтверждений тому, как эмоции большого количества людей влияют на окружающий мир. Это может быть что угодно. От града до подземных толчков. В Италии, в Турине, что ли, давно, это там 60-х годов, футбольный матч состоялся на футбольном поле в этом городе, когда болельщики, значит, вот так были, ну, так сказать, страсти накалились вот из-за футбола, болельщики стали там выражать свои эмоции, и все. Случилось землетрясение. Ну, небольшое такое, но это подсказывает, что эмоции людей, там, их мысли, там, возбуждение, каким-то образом энергетическим передалось, так сказать, земле, и она содрогнулась. Как объяснить подобные явления? Предупреждение? Наказание? До наших дней дошло множество преданий, согласно которым с лица земли были стерты целые города и этносы. Пример? Погрязшие в пороках Содом и Гомора были уничтожены в одно мгновение. Откуда и почему появляется такая разрушительная сила? Притянули они к себе силу разрушения. Что там было за разрушение с точки зрения геофизики, мы не знаем. То есть, по священным текстам мы только знаем, что город был разрушен каким-то огненным шаром. Ну, назвали это гиеной огненной. Что это за гиена огненная, мы можем только предполагать. Термоядерный взрыв, ядерный, плазмоид, что-то еще. Не важно, не принципиально. Для нас интересно другое. Была большая концентрация людей в одной точке. Причем людей с определенной энергетикой. И энергетикой, можно сказать, разрушения. И они притянули к себе энергию разрушения из недр земли. Войны, революции, протестные демонстрации. На все это планета отвечает природными катаклизмами. Спустя всего лишь несколько дней после кровавых событий в Ливии мощнейшее землетрясение на Средиземноморском побережье. И, судя по всему, это только начало. Я считаю, что эта серия не закончена. Вероятность крупного землетрясения на сегодняшний день достаточно высока. Я ее оцениваю примерно в районе 70% в течение ближайшего года полутора. Вероятный район находится примерно на сегодняшний день где-то в районе Суматры. Негативные социальные явления где бы они ни происходили обязательно охватят планету целиком. Люди на уровне подсознания переживают происходящее за тысячи километров от них. Тут смотрите какой механизм работает. Вот сейчас информационное поле Земли практически замкнуто. То, что происходит в Америке, в России, любая катастрофа она облетает сразу весь земной шар и все население Земли участвует в этом. Проблема в том, что человек у него есть подсознание, есть сознание, ну и как бы еще сверхсознание есть. И вот независимо от того, хочет человек или не хочет, подсознание поражается этим негативным. Получается, что человек сообщает планете о своих переживаниях, сам того не подозревая. Но как именно это происходит? Исследователям еще предстоит понять природу этой связи. Электрофизическая, электромагнитная, магнитно-резонансная природа взаимодействия. Эта часть, она более активна, потому что она действует непосредственно на мозг человека, на его мироощущение. Человек способен принять информацию от Земли только на подсознании. Эту теорию подтвердили эксперименты советских ученых еще в 60-х годах прошлого века. Тогда группа операторов, погружаясь в состояние транса, направляла свои просьбы непосредственно на планете. Результаты были ошеломляющими. Она откликалась, меняла температуру воздуха и воды или скорость ветра. Елена Забылаева не любит, когда ее называют экстрасенсом. Некоторое время назад эта женщина смогла развить в себе новые способности. Она может заглянуть в прошлое или будущее, легко описывает незнакомого человека, давая ему точную характеристику. Мы решили проверить это с помощью эксперимента. О том, кто находится за ширмой, Елена не знает. Человек целеустремленный, характер мягкий, но с внутренним стержнем, коммуникабелен, хорошо, ладит с людьми, в коллективе любит его. Человек светлый внутренний, интеллект высокий, эрудирован, к работе относится с отдачей, в профессиональном отношении есть куда расти. Легко обучаем, дом свой любит. Что-то мне идет, что любит домашним хозяйством заниматься. Все характеристики удивительно точно совпадают с тем, что нам изначально рассказала о себе участница съемки. Черты лица правильные. И вообще, скорее всего, это женщина суть характеристики. Энцефалограф на голове Елены во время эксперимента фиксирует изменения, которые происходят в мозге. В тот момент, когда она погружается в особое состояние сознания, импульсы мозга тоже работают по-особенному. Если их выделить яркими точками, то так они будут выглядеть у обычного человека. А вот что происходит с нашей испытуемой? Характеристики ритмов мозга меняются, увеличивается их мощность и они работают организованно, собираясь в определенных зонах в своеобразные пучки или лучи. Мы обнаруживаем, что при очень хороших контактах формируются некие энергетические потоки. И эти потоки вполне возможно позволяют иметь контакт с тем, что находится вне головы. Есть даже такое предположение, что в таких случаях и сознание оно работает не только там вместе с мозгом, оно может работать и несколько на некотором даже пространственном, а может быть и временном отдалении от мозга. предположительно именно в этом состоянии человек может общаться с Землей и вести с ней диалог. Через Елену задаем несколько вопросов планете. Интересуемся, были ли на Земле цивилизации до нас? Цивилизаций было много. Странно, что только сейчас вы начали находить их следы. Цивилизации были выше вашей, сознание было выше, приходили к уничтожению, когда теряли любовь. Мы получаем от Елены информацию о том, что сейчас планета серьезно больна. Случилось непоправимое. Вы, как маленькие дети, хотели посмотреть, как работает игрушка изнутри и разобрали все. Что же в конечном счете ждет человечество? Произойдет очищение Земли. Хотя людей погибнет много, но не все уйдут. После восстановления пропуск дети новой цивилизации уже есть. Писатель и геолог Рудольф Баландин много лет посвятил изучению круговорота литосферы. Он обнаружил, что континенты движутся по поверхности планеты подобно амебам. Твердые породы на них постоянно сбрасываются. Подходя к берегам, погружаются все глубже и так доходят до самых недр, чтобы когда-нибудь вновь вернуться на поверхность. Здесь они приобретают пластичность от того, что становится на глубине под давлением и с более высокой температурой. И у них начинается превращение различное геохимическое. И здесь в конце концов они выходят уже в виде магмы на поверхность вулкана. Погружаясь глубоко в недра сбрасываемые породы приносят туда энергию, которые на поверхности зарядились от Солнца. Так она попадает вглубь гигантского земного организма, а затем вновь через жерла вулканов породы поднимаются на поверхность за новой солнечной энергией. Точно так же по организму человека кровь разносит кислород, доставляя его ко всем органам, а потом вновь возвращается к легким за новой порцией. И это не единственное сходство между планетой и ее обитателями. Подкорка земли удивительным образом напоминает кору головного мозга. Она также собрана в складки. И именно в ней сохранена память планеты за многие миллиарды лет. Основная информация о истории Земли, обо всем это содержится в земной коре. Это колоссальный, необыкновенный, это один из немногих может быть на свете сборник вот этой информации за несколько миллиардов лет. И вся эта информация содержится в земной коре. Она держится там, она там в особых формах, конечно. Планета не просто живет, запоминая все, что происходит на ее поверхности. Она постоянно творит сама. кристаллы кварца, горный хрусталь. Ну, они здесь окаменевшие уже. И, казалось бы, ну что, вот это мертвое. Но ведь эти же кристаллы когда-то росли. Они, можно сказать, ну, с нашей точки зрения, жили. У них есть своя генетика, потому что они же не просто так формируются, они по определенным законам кристаллографии. В древние века люди поклонялись кристаллам или камням, веря в их особую силу. Это место хорошо знакомо современным паломникам. Сюда едут, чтобы увидеть чудо синь камень. Удивительно, но этот обычный с виду булыжник движется. Люди наблюдают за ним уже десятки лет, и никто до сих пор не может объяснить, как может то, в чем нет жизни, так себя вести. процесс обновления планеты происходит постоянно. Для сравнения, на Луне следы от ударов космических тел остаются миллионы лет. На Земле они рубцуются так же, как на теле человека. Эти рубцы на карте мира словно летопись катастроф. Человечество тоже вносит свой страшный вклад в эту историю. Достаточно вспомнить две самые серьезные техногенные катастрофы за четверть века. Чернобыль и Фукусима. Между ними десятки лет, тысячи километров и поразительное сходство. Факт, который достаточно малоизвестен, но сейчас он уже доказан, то 90% полутония вышла за пределы стратосферы. То есть был выброс, но 90% плутония находится не на поверхности, не в атмосфере и даже не в стратосфере. Они ушли за пределы стратосферы. То есть настолько был мощный выброс. То есть этих остатков нет. То есть это за 25 лет уже достаточно четко проверено. Чернобыль был как предупреждающий выстрел, но людям не хватило времени, чтобы осмыслить и расшифровать этот знак. Пройдет 25 лет и все повторится, но уже на Фукусиме. Если на Чернобыле здесь было 4 блока и взорвался только один, остальные три потом впоследствии через несколько лет удалось достаточно легко безболезненно, без потери нейтрализовать и захоронить, то извините меня, на Фукусиме вот здесь вот 6 блоков в аварийном состоянии и практически все 6, извините, у них у всех 6 блоков утечка. Сейчас это не афишируется, но со временем это будет приоткрываться. Память о Чернобыле и Фукусиме люди будут хранить долго, а вот сколько плановых ядерных испытаний проходит на Земле, не знает никто. И для планеты нет особой разницы между военным полигоном и так называемым мирным атомом. На каждый взрыв она отвечает землетрясением. Но Земля не кровожадный убийца. Существует удивительная статистика. На аварийные рейсы всегда опаздывает гораздо больше людей, чем на обычные. Они почему-то застревают в пробках, возвращаются домой по каким-то невероятным причинам, забывают в последний момент документы и остаются живы. Житель Екатеринбурга Игорь Гольдберг часто летает в командировке. Говорит, самолет его любимый вид транспорта. Но с недавних пор, отправляясь в аэропорт, он всегда будет думать о том, как однажды в прямом смысле опоздал на смерть. Конечно, сейчас можно все что угодно нафантазировать. Можно вспомнить, что я долго думал поехать туда или не поехать. Игорь и еще трое его коллег должны были лететь в Москву, чтобы там пересесть на другой самолет в Петрозаводск. Но в аэропорту их ждало неприятное известие. Вылет откладывался. Я понимаю, что мы на самом деле на пересадку в Москве просто не успеваем, потому что уже довольно сильно задерживается рейс. Ну, мы стали действия принимать какие-то. Пассажиры забронировали билеты другой авиакомпании. На ней они точно успевали в Москву. Но тут их рейс наконец появился на табло. Приглашали на посадку. А потом уже, когда мы прошли секьюрити, когда мы сидели в отстойнике, в рейсе прожили на час, мы поняли, что все, уже совсем не так, и вот мы подавал отъехать. Удалось улететь только на следующий день. Только не в Москву, а в Санкт-Петербург. А когда вышли из самолета и включили телефоны, на них были десятки пропущенных звонков и сообщений. Ну вот, а потом к нам кто-то дозвонился, сказал, у вас все в порядке. Ну, а что с нами будет такое? Конечно, все в порядке. А вот рейс, с которым вы должны были лететь, он разбился. Эти кадры уже к утру обошли все телеканалы. Пассажирский самолет Ту-134 летел из Москвы в Петрозаводск. Заходящий на посадку лайнер задел верхушки деревьев и упал. От удара лайнер загорелся. Его протащило по земле. Остановилась разрушенная и полыхающая машина всего лишь в нескольких метрах от жилых домов. Жертвами той трагедии стали 47 человек. Игорь вспоминает, вылетали из Санкт-Петербурга с тяжелым чувством. Сказать повезло, не поворачивался язык. Слишком страшной была трагедия. тот полет показался невыносимо длинным, если не сказать бесконечным. Ну, как-то даже не то, что мандраж, но это все равно такое немножко измененное состояние сознания, когда такие события происходят. это как бы не то, что мандраж, но некоторое напряжение, конечно, было. Удивительно. Люди, опоздавшие на смерть, даже не могут объяснить, почему так случилось. Был такой начальник аэродрома и службы военно-москового флота. Грубо говоря, они, он со своими товарищами опоздал на самолет, который, как бы сказать, разбился. Второй раз, когда он один опоздал на самолет военно-транспортной авиации в рейсе, он разбился. Вот. Значит, по судьбе третий раз, когда он летел на вертолете, да, вот, его начальство просто с него с рейса, хотя ему необходимо было, и он остался опять жив. Академик Владимир Пономаренко один из самых авторитетных экспертов в области авиации. Его книги, переведенные на многие языки, стали пособиями для подготовки пилотов в разных странах. Если нету любви к небе, нечего летать. убьется. Убьется. Работа летчика проходит в непривычной среде. Он оторван от земли, испытывает серьезные перегрузки. Его организм работает в тяжелых условиях. Это состояние часто подкидывает неприятные сюрпризы. Например, иллюзии. Иллюзия крена, иллюзия пикирования, иллюзия кабрирования. То есть, мне кажется, что я лечу вверх, или, кажется, я лечу вниз. Дальше, есть иллюзия очень красивая, перевернутого полета. Вот он летит, ему кажется, что он кверх ногами летит. Есть иллюзия, вот когда вы летите ночью над морем, то звезды там и там. Это очень частая иллюзия. И очень неприятная. Ты голову оторвал от приборов, у тебя там звезды и там звезды, внизу и вверху. Человек за штурвалом должен принять нужное решение быстро и хладнокровно. Владимир Пономаренко провел ряд уникальных исследований. Он поднимался в небо вместе с пилотами. Изучал поведение летчиков в аварийных ситуациях. Очень сильная работает компенсатор, защитные механизмы и резервы, которые есть у человека. И резервы очень большие. Допустим, скажем, вот в Москву, когда там десятки миллиардов клеток спят, спят, а вот когда происходит аварийная ситуация, они начинают просыпаться. То есть, если что-то одна система не дорабатывает, другая начинает резко увеличиться и его поддерживает. Обычно в полете испытуемому давались задания, которые не раз в теории прорабатывались на Земле. Но Владимир Пономаренко пошел дальше. Он вводил пилотов в незнакомые ситуации. Задача врачей и психологов была узнать, насколько безграничны скрытые резервы человека. Мы создавали определенные отказы, которых летчик никогда не видел и не имел. То есть, у него в памяти, в рефлексах этого не было. Определенная часть людей принимал точно решение. И очень быстро, мгновенно. И когда начали разбираться с ними, слышал теплое лицо, тяжелее голова, я чувствую, как мне вкладывают информацию. И говорят, делай то, 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 то. Такие случаи не редкость. Пилотов как будто спасало само небо. Живое оно не давало погибнуть людям, которые его выбрали. Что это за информация? То ли она идет снова сферы по-бернатскому, то она идет из плазмы, то ли она идет как эфир согласно религиозным учениям. Пока мы не разобрались, но факт состоит в том, что эти примеры есть. И люди благодаря этому оставались живыми. А большинство когда летчик попадает в ситуацию, время, там же уже другое время, я вам говорил, что это другое время, он живо остался, объяснить не может, как остался жив. Психологи и сами летчики признают, то состояние, которое они испытывают в воздухе, сложно сравнить с чем-то похожим на Земле. Дело даже не в перегрузках или высоких скоростях. У него наступает состояние, что он является уже является собратом Вселенной, что он как бы там присутствует. Почему я их называл в своих книгах небожителей? Потому что они живут, они не просто летают в небе, они живут в небе. Возможно, это и есть то, что специалисты называют измененным состоянием сознания, которое помогает человеку вступить в контакт с живой планетой и получить доступ к ее тайнам. В начале девяностых группа новосибирских ученых под руководством Влаиля Казначеева проводит серию уникальных глобальных экспериментов по передаче информации на большом расстоянии. Один человек, находясь, к примеру, в Новосибирске передавал сигналы, случайные цифры или символы, а другой участник в любой точке мира принимал их. Сами сигналы в случайной последовательности выдавал компьютер. Результаты были ошеломляющими. Практически во всех случаях отправленная информация доходила до адресата. Но ученые столкнулись и с невероятным. Люди, которые ждали сигналов от операторов, стали выдавать данные раньше, чем они им отправлялись. Оказалось, что напарник может нарисовать картинку за сутки, за 24 часа до того, пока его коллега не получит этот рисунок. Значит, возникает проблема, что мы находимся не только в пространстве Шлейна-Менковского, где скорость света, искаженная вселенская платформа может работать во времени, в физическом времени. Мы находимся в пространстве какого-то другого дления, как говорил Вернадский. Эти эксперименты много раз проделал еще один новосибирский ученый Александр Трофимов. Нужно было понять, откуда берется информация, которая еще не дана участникам опытов. компьютер за пять минут до сеанса связи выбирает случайным образом три или пять образов из этих 77. Они и становятся программой передачи группы подготовленных операторов, которые располагались вот в этих пока простых зеркалах Козырева. А в готовности принять эту информацию было около пяти тысяч человек в разных точках в то время еще Советского Союза. Все повторилось. Данные дошли до адресата и часть участников эксперимента выдала их еще до того, как информацию отправил оператор. она уже где-то находится еще не посланной. Или наоборот, информация в прошлом значит о прошлом есть и вот оператор попадает в это прошлое настолько реально, что он находится как вот там он находится. Гигантский совершенно опыт были. Сегодня можно предположить, что Земля хранит информацию не только о том, что уже происходило, но и о том, что должно свершиться. Люди, пытаясь составить прогнозы, создают сложнейшие машины, вычислительные устройства и запускают спутники. Тогда как можно за считанные секунды узнать что-то, просто обратившись к Земле. Земля вот эти вот тысячи километров и представить себе, что это живой мыслящий организм, думающий, с которым можно входить в контакт, от которого можно получать сигналы, с которым можно посылать информацию, принимать от нее информацию, входить с ней во взаимодействие, даже управлять ее стихиями, вот перейти на эту ступень познания достаточно сложно, но к этому препятствию только психологический барьер. В 2004 году цунами в Юго-Восточной Азии унесло почти 300 тысяч жизней. Но удивительным образом не пострадал ни один человек из племени так называемых морских цыган. Они живут на воде, на плотах, не пользуются современными приборами, у них нет средств связи. Но за двое суток до цунами все они, не сговариваясь, собрались и ушли на сушу, поднялись на самые высокие точки, куда не дошли разрушительные волны. Свой поступок они потом объяснили так. Нас предупредила Земля. Андаманцы это один из редких народов, которые сознательно живут на своем первобытном уровне. Им доступны благоцивилизации, они общаются с европейцами, у них есть возможность пользоваться мобильными телефонами, телевидением, GPS, всем, чем пользуется технократическая цивилизация, они сознательно отказались, единственное такое используют, железные топоры. Все. От остального они сознательно отказываются. Для чего? Для того, чтобы жить ритмами Земли, ритмами своей воды, своих островов, своих лесов, чтобы чувствовать ритмы Земли, чтобы чувствовать дыхание Земли. сегодня человечество все больше и больше погружается в пучину так называемого экологического долга. То есть оно потребляет ресурсов больше, чем способна восполнить планета. Земле все труднее прокормить семимиллиардное население. Это при том, что значительная часть пока обходится небольшим количеством ресурсов. Но если житель Китая, Индии или стран Африки будет потреблять столько же воды, электроэнергии или продуктов, как обычный американец или европеец, то ресурсов Земли хватит максимум на полвека. И нам понадобится вторая планета. Свою мы уже практически погубили. И ей ничего не остается, как защищаться. Земля действительно уничтожит людей в конце концов. И это естественно, потому что они сами себя уничтожают со страшной силой. Уничтожают духовно прежде всего, ну и физически тоже. Но для Земли вот те самые десятки или сотни лет, которые для нас это огромные промежутки времени, для нее это мгновение почти. И она реагирует с запозданием. то же самое и пустыни. Они же возникли тоже с запозданием, не сразу. Это все шло несколько тысячелетий продолжалось. Любопытный факт. Накануне последнего миллениума в ЮНЕСКО всерьез рассматривался вариант принятия необычного международного документа хартии прав Земли. Предлагалось вот этими юридическими правами наделить Мартушку Землю с тем, чтобы в судах различных и так далее отстаивать ее суверенные права. Ну, естественно, такая хартия не была принята. Но положительным моментом является следующее. Это вот пусть почти на юмористическом плане таком, но все-таки попытка Землю рассматривать как некую такую сущность, обладающую своими волей, желаниями. Мы не первая высокоразвитая цивилизация на планете. На всех континентах осталось огромное количество свидетельств того, насколько значительны были знания наших предшественников. Но все эти великие народы по неизвестной причине были сметены с планеты. Нельзя Землю рассматривать с человеческих позиций. То есть нельзя называть ее просто убийцем, садистом, который просто убивает людей, живущих на ее поверхности. Нет. Если Земля допускает гибель живых людей на своем теле, то только для того, чтобы другие оставшиеся живых сделали правильные выводы, чтобы они начали адекватно жить, чтобы они правильно приняли эти знаки. Чтобы они эти знаки приняли для того, чтобы поднять свою меру понимания. Глобальные катастрофы случались на планете не раз. Часть природных явлений и по сей день остается за гранью понимания. Например, почему раз в несколько сотен тысяч лет практически полностью исчезает магнитное поле Земли. Оно ослабевает и сейчас. Без магнитного поля на планету обрушится губительная космическая радиация, а солнечный ветер будет в прямом смысле выжигать ее поверхность. Живые организмы начнут мутировать, болеть и умирать. Людей не спасут ни денежные запасы, ни захваченные в войнах территории, ни высокие технологии. Может быть, она так само очищается. Когда много таких желающих поэксплуатировать, поиспользовать Землю и заниматься не тем, то она может освобождаться от целых групп популяций людей. Возможно, пожар это и есть самоочищение Земли. Или предназменований не занимается тем, чем не положено. Вот и все. Погодные аномалии, катаклизмы, крупные техногенные катастрофы. Год от года их все больше. Планету лихорадит. И, возможно, во Вселенной уже предпринимаются попытки защитить Землю и ее ноосферу от гибели. Не так давно вокруг планеты были зафиксированы три огромных кольца непонятной природы. Кто или что их создает, неизвестно. Так звучит атмосфера Земли. Несколько лет назад астрономы записали вибрации космоса и перевели их в привычный человеческому уху звуковой диапазон. Ученые были поражены. космос это отнюдь не царство тишины. Тут все играет, поет, пульсирует. Во Вселенной существуют сотни планет. Кто знает, возможно, с помощью космической музыки эти гигантские геосущества общаются друг с другом. Но что может рассказать им наша Земля? Ей остается только жаловаться на безумно жестокое человечество, от которого она уже давно мечтает избавиться. consistently посвятить.